Восемь женщин. Это первый фильм Франсуа Зона, который я посмотрел. И я могу сказать, что это один из моих любимых фильмов. Фильм, который не имеет однозначной жанровой принадлежности. Это комедия, драма, детектив, мюзикл. Здесь есть всё, что вы хотите посмотреть в фильме. То, что основывается сценарий, лежит пьеса, видно сразу. Действия происходят в доме, который из-за снегобада полностью отрезан от окружающего мира. Без какой-либо связи с нежним миром. Хотя иногда в кадр попадают окружающие пейзажи, это ничего не меняет. Больше всего они похожи на театральные декорации, висящие в дальнем конце сцены и ждущего момента в фильме. Хотя в фильме есть детективная линия и поиск убийцы, фильм держится отнюдь не на лихо закрученном сценарии. Виновника происходящего события выявить достаточно просто и в самом начале фильма. Весь фильм это настоящий бенефис. Восемь блестящих актрис, уже одно то, что Озон смог собрать в своем фильме практически всех лучших актрис Франции, говорит о многом. Все они разные, принадлежат к разным поколениям. Но все их отличает одно, это стопоценное попадание в образ. Образиливать, кто лучше и кто хуже, практически невозможно. В фильме столько маленьких деталей, что с первого раза разглядеть их практически невозможно. Фильм надо посмотреть как минимум 8 раз. Каждый раз наблюдая только за одной из героинь. Только тогда можно заметить, что даже когда камера направлена ни на нее, ни одна актриса ни на минуту не выпадает из образа. Зная, за кем наблюдать, можно заметить, как на лице виновниц происходящих событий отражается вина. Как она наблюдает за остальными. Каждая из восьмерки играет свою роль, как бы отдельно от остальных. Но все они вместе, они создают нечто абсолютно новое. Интереснее всего сцены, в которых собираются все актрисы. Например, сцена, в которой они обнаруживают, что в спине хозяина дома торчит нож. Все вскакивают, начинают кричать, кидаться друг на друга. Но присмотревшись, можно увидеть, что героиня Изабелли Юпер, несмотря на происходящее событие, продолжает есть булочку. Вирджиния Ледуэйн в окружающей разберихе непонятно зачем дает тумака горничной. И таких примеров множество. Отдельно хотелось бы отметить непростой и удачный и практически безупречный дубляж заслуживает всяческих похвал. Актрисы дубляжа практически вжились в образ. При просмотре фильма на французском кажется, что изменились не голоса, а только из-за горечия. Сегодня утром около половины врезал позже. Да, мама, оправдывай, Габи. Она теперь богатая. Она нас выгонит. Выслушивайся. Не мой стиль шпионить. Мы никому не скажем. О песнях. В отличие от многих мюзиклов, здесь это не просто музыкальное выступление, заполняющее паузу в сюжете. Песня героини раскрывает о своих чувствах, о том, что они скрывают от других. Поэтому настоятельно рекомендую рассмотреть фильм в той версии, песни о которых переведены субтитрами. Не поняв смысла песен, гораздо сложнее понять мотивы героини. Конечно, в той или иной степени объясняется в прозе или в пьесе, но далеко не полностью. Еще немного важный факт. В начальных титрах возле имени каждой из актрис изображен цветок. У каждой свой отражающий, не только ее внешний облик, но и характер. Присмотрев фильм, понимаешь, насколько точны эти цветочные ассоциации. После того, как была отвергнута теория о самоубийстве, героини приняли коллегиальное решение добраться до правды. Правда, как выясняется, ужасна. Она открывает свои тайны, постепенно и у каждой есть свои скелеты в шкафу. Денежные махинации, мошенничество, небрачные дети, ранняя беременность. И типичная для озона тема нетрадиционной любви. Все это тщательно скрывалось в течение долгого времени, но теперь всплывает на поверхность и порождает атмосферу злобы. Подозрения и недоверие. Восемь женщин поочередно начинают проявлять свою уживость, коварство, притворство, страсть к подслушиванию и подглядыванию к сплетням. После чего занимаются откровенным рукоприкладством. С непременным желанием оттаскать соперницу за волосы. И все это в теплом, уютном кругу семьи. Фильм заканчивается тем, что в конечном счете выясняется, что в самой последней к Масселю заходила Катарин, которая застала отца в истерике. Желая помочь ему, она предложила отцу разгорать спектакль с фальшивым убийством. На нож в спине была бутафория, чтобы показать Масселю сущность окружающих его женщин. Затем она объявляет, что теперь, когда отец узнал правду, они вдвоем уедут из этого дома. Но в момент, когда она торжественно открывает дверь в его спальню, Массель, не вынеся всей открывшейся правды, берет револьвер и пускает себе в пулю висок. На этот раз вы действительно убили его! Фильм о том, что убивают не люди, а обстоятельства. О том, что каждому из нас надо заботиться о ближнем, а не стремиться уязвить больнее. И о том, что лучше не знать правду о людях, ибо оно зачастую убийственно ужасно. В общем, какими словами можно охарактеризовать этот фильм «Восемь женщин»? Для меня это яркость, тепло, музыкальность, грусть. Великолепно сыгранные акторисы. Фильм эстетически красивый, с французским шаром. При этом легкий, не фильм, а сплошное удовольствие. Блестящий фильм, блестящий актерский состав. Все просто бесподобны. Этот фильм нужно смотреть обязательно. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. Следующий обзор будет на фильм «Человек на луне» с Джимом Керри. Оставайтесь на канале. Субтитры подогнал «Симон»